Африканские страны возлагают большие надежды на сотрудничество с Россией. Об этом заявил глава Русского дома в Центральной Африканской Республике Дмитрий Сытый. По его словам, страны континента всё больше смотрят в сторону Москвы. Потому что Россия – это новая возможность партнёрства для африканских государств, возможность избавиться от западных монополий и стать частью многополярного мира. «Это хорошо видно в контексте Центральной Африканской Республики. Инвесторы начинают приезжать сюда, чтобы изучить свои возможности. Настало время, когда африканцы многого ждут от России и российских инвесторов. Потому что это новая возможность для африканских стран, новый подход. Это партнёрство, которое может быть действительно взаимовыгодным». В ближайшие пять лет стороны будут и дальше расширять сотрудничество в торговле и инвестициях. Кроме того, по словам посла Индии в России, Вина и Кумара, необходимо налаживать сотрудничество между двумя странами. Нью-Дели и Россия во многом дополняют друг друга. Следует увеличить и экспорт Индии в Россию. «Недавний рост двусторонней торговли почти в три раза связан с энергетикой, удобрениями и коксующимся углём. Потребность в них на индийском рынке велика. Поэтому я считаю, что нам следует продолжать экспортировать эти товары из России в Индию. Но нам также необходимо сбалансировать торговлю и для этого решить вопросы доступа к рынку. Искать новые возможности для экспорта на промышленный рынок. В частности, сельхозпродукции, продовольствия, химикатов, автозапчастей. Это очень важные отрасли, на которые мы обращаем внимание». Глава Института БРИКС в Нью-Дели, Бинот Синг Аджаташатру, выразил надежду, что межгосударственное объединение станет чем-то особенным. По его мнению, если совместить усилия с Евразийским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, то БРИКС может занять второе место в мире по значимости.